бумажная стрекоза тв сезон 2021 года пилотный эпизод 13 августа 2021 года павильоны ничьей святой педиатрии расположенные над свалками где когда-то жили проблемные подростки а до этого еженедельно устраивали нелегальные собачьи бои до этого в округе была психиатрическая больница на 150 койк вскоре после войны во вьетнаме жители захотели чем-нибудь заполнить этот огромный кратер в то время треш был разумным и рациональным ответом время шло не прошло и полувека как и ожидалось этот участок рассматривался как собственность гнили в течение многих лет округ тратил много денег и бесконечную кропотливую рабочую силу на борьбу чтобы отразить пагубную внешность но добивался только разочарование политики в течение многих лет обещали заняться этой проблемой в качестве центральных пунктов во время кампаний но после избрания ни один политик никогда не возвращался к этой проблеме власти округа предложили этот участок бесплатно в обмен на непрерывное благоустройство территории никому не интересно в год переизбрания президента рейгана группа инвесторов и строительных компаний рискнули и построили многоуровневые многофункциональные детские медицинские павильоны после многочисленных задержек и неудач он все-таки открылся и бизнес по производству педиатрических препаратов стал процветать в его центре расположены клиники педиатрии психиатрии психологии клиники структурированы по циклической схеме тида восьмилетняя девочка со светло-коричневым цветом лица длинными черными волосами карими глазами симпатичным вздернутым носом и с очень привлекательными чертами лица она стояла прямо на высоте почти четырех футов ее визит к доктору марии ернандес был перенесен на 30 минут дама в приемной развлекала одного из юных пациентов клиники пятница поздний полдень на улице метрологические условия побудили нас будущих восьмиклассников немедленно покинуть помещение солнце с температурой 85 градусов в сопровождении легкого бриза зефира ясное и ультра синее небо с скудными белыми пухлыми облаками разбросанными по всему космосу казалось выше чем обычно мальчик сирота дадли сидел справа от меня дадли коренной индейцы латиноамериканец с длинными переплетенными черными волосами высокими скулами стройный стоявший вертикально ростом 5 футов 3 дюйма одетый в старую футболку плавательные шорты и шлепанцы читал школьный каталог в течение примерно 15 минут он не читал периодически он бормотал барон дюк белый парень миллионер с коротенькими светлыми волосами и голубыми глазами стройные стоявший вертикально ростом 5 футов 4 дюйма сидел слева от меня это же читал это он тоже мало разговаривал никогда не бывает хороших новостей если оба не комментируют мы знали друг друга со времен расцвета дошкольных учреждений мы могли читать на языках тел друг друга пробормотал дадли колеб барон что-то тихо сказал дама в приемной сделала что-то смешной и от души засмеялась тида рассеянная посмотрел на нее другие молодые пациенты также рассеянные смотрели на нее артист сделал паузу проанализировал свою аудиторию сначала она проанализировала безмолвную реакцию тайды затем она изучала невысказанные отзывы других пациентов она мельком взглянула на нас я смотрел на нее широко открытыми глазами и сжатыми губами она взглянула на дадли и барона ни один из них не обратил на нее внимание она встала вытерла под солба тыльной стороной ладони и сказала жесткая публика доктор эрнандес позвонил тайде дама в приемной проводила мою младшую сестру на прием в субботу перед официальным началом школы мы собрались вместе в энчанте туатер парк бесплатный вход для учеников старших классов средней школы на основных входах мы выстраивались в очередь вместе с другими учениками из других школ округа множество студентов и сопровождающих заполнили его огромные парковочные места школьные автобусы арендованные фургоны и другие виды транспортных средств также заполнили его парковочные места все больше и больше студентов и сопровождающих выстраивались у всех входов дополнительные автобусы семейные автомобили фургоны и арендованные автобусы заполнили все доступное пространство и вылились на лужайки и пешеходные дорожки множество велосипедов и скейтбордов сосредоточено в нескольких местах ближайших к воротам барон приехал на лимузине и дворецких мы сдали поехали на велосипедах мы встретили в тылу массу людей мы приветствовали друг друга кулаками а затем выстраивались в очередь за другими другие наши одноклассники были среди других массовых посетителей парка метрологические условия наиболее близки к нормальным но смещены в сторону приемлемой территории 8 часов утра температура достигла 70 градусов при умеренном воздушном потоке утренние облака разлетелись по атмосфере солнечные лучи появились в восточном полушарии в той части которая была освещена светло-оранжевыми цветами казалось будто разводят костер бедламские движения и звуки более оживленных участников доносились со всех сторон младшие проявляли жизненную силу старшие проявляли безмятежность шапероны продемонстрировали возможности многозадачности сотрудники парка помогали и давали советы все со всех сторон внесли свой вклад в столпотворение движений и шумов зачарованном аквапарке мои родители взяли тайду и моего старшего брата сета старшеклассника и мою старшую сестру сияким второкурсницу чтобы увидеть наших бабушку и дедушку я решил не ехать по нескольким причинам все моральные загадки моих бабушек и дедушек возникли вокруг меня и тайды они утверждали что я обращался со своей младшей сестрой как если бы она была моей дочерью они утверждали что тайде нужна жесткая любовь они сочувствие мои родители согласились с этой сияким были дикими картами в вопросах связанных исключительно с их настроением когда-то они поддерживали идеологию наших дедушек и бабушек а когда-нибудь они не могли больше не соглашаться со мной до для этого не заметил он не понимал взаимоотношений братьев и сестер он не понимал и не хотел узнавать об этом каждую третью синюю луну и не на секунду раньше он спрашивал почему теда не смеется не плачет и не выказывает никаких других эмоций дадли назвал ее камбоджийской куклой я решил не отвечать на его вопрос барон предложил тиде личных помощников я застрял между двумя крайностями и оба предлагали идеи соответствующие их восприятию жизни дадли родился в бедности и не имел семейного прошлого барон родился в богатстве имел крепкие семейные узы дадли пришел к выводу что отсутствие эмоций у тайды связано с отсутствием эмоциональной поддержки со стороны родителей барон пришел к выводу что деньги решают все проблемы личным помощником дворецким и горничным требовалось богатство самого рождения барона окружали личные помощники дворецкие бумажная стрекоза тв сезон 2021 года пилотный эпизод 13 августа 2021 года павильоны ничьей святой педиатрии расположенные над свалками где когда-то жили проблемные подростки а до этого еженедельно устраивали нелегальные собачьи бои до этого в округе была психиатрическая больница на 150 коек вскоре после войны во вьетнаме жители захотели чем-нибудь заполнить этот огромный кратер в то время треш был разумным и рациональным ответом время шло не прошло и полувека как и ожидалось этот участок рассматривался как собственность гнили в течение многих лет округ тратил много денег и бесконечную кропотливую рабочую силу на борьбу чтобы отразить пагубную внешность но добивался только разочарования политики в течение многих лет обещали заняться этой проблемой в качестве центральных пунктов во время кампании но после а